Это интервью вышло уже после публичного релиза спереда о том, что Пати покидает состав. Ты в курсе? Да, я в курсе. В какой момент тебе сказали то, что, дружище, тебе нужно подождать, мы должны отойти от других игроков? Ну, это, получается, было после того, как мы, получается, сыграли РМ, потом съездили в Болгарию пробовать получать визу в Америку, у нас не получилось, мы вернулись вот в Сербию, и вот на тот момент, как бы в этот момент я уже сказал, что я буду проходить тесты в другую команду. Это ты сказал? Ну, то, что я тесты буду проходить, да. А потом, ну, как бы, но меня все равно, типа, ничего не кикали, да, то есть на тот момент уже начинали с тесты и в Spirit тоже. И потом было так, что последний разговор, когда я общался, да, то есть я даже не играл тесты в Spirit в новый состав, я общался с тренером, и мы сошлись на том, что и я не хочу уже оставаться. И не знаю, насколько они мне правду сказали, ну, то есть, может, они мне сказали, чтобы меня не обижать, но, как мне сказали, что если бы я захотел прям, я бы был, как на других ролях в команде. Ты сказал о команде после визы в Болгарию, когда вам отменили, то, что ты хочешь тестироваться в другую команду. Какая команда это была? Я не говорил команде прям, то есть мне позвонили и сказали, что тебя хотят потестить вот такую-то команду, и хочешь ли ты этого? Окей. И, ну, я думаю, это не секрет, все уже там, наверное, знают по инсайдам, то, что это ВП были. Ну, то есть я эти тесты у них проходил. Вот. И как ты прошел тесты? Сейчас пока решается, пока не знаем. Тебе понравилось быть в этом составе временно? Это было прикольно, да. Ну, то есть, это совершенно другой Counter-Strike, стиль CS, да, по сравнению с Spirit. Типа, не знаю, что лучше, что хуже, как бы это я не могу оценивать сейчас, но это было интересно, я могу сказать. И, типа, если сравнить со Spirit, да, у нас больше все строилось на какой-то дисциплине, да, на командной работе, а в Virtus.pro строится все очень жестко на общении. И из-за этого там меньше каких-то скриптов, раундов и так далее, и больше скиллозависимых каких-то раундов, ситуаций и так далее. То есть, импровизация? Ну, больше импровизации, да. Ты сказал то, что ты и тренер друг друга поняли, то, что ты уже хочешь уйти. Что тебе не нравилось в атмосфере Spirit? Что тебя не устраивало? Мне кажется, я просто устал от… Майджикса? Работы… Нихуя ты. Нормально ты сказал. Ну, от работы в этом коллективе, и от Сережи, вот с Халли, да, мы уже сколько? Со времен Испада мы, по сути, все время работаем с ним. От какой-то жесткой дисциплины я немного устал, вот. Ну, то есть, это правильно, я согласен. То есть, дисциплина – это реально важно, но она уже в таком количестве, что я не уверен, что я, типа, смог бы дальше продолжать в том же духе, так сказать. А с чего ты взял, что в Virtus.pro не будет такой дисциплины? Ну, как бы, я даже не говорю про именно такую дисциплину, да, а про наш такой называемый стиль игры. Ну, короче, наш тренировочный процесс, вот это. Я хотел больше вот как раз скиллового, то есть, то, что вот в ВП я видел. То есть, больше игры от общения, так называемое. Вот. Я очень уважаю Сережу, он мне дал шанс и несколько раз уже. То есть, сначала он меня там взял в Испаду, а потом взял в Spirit. В общем, ты хочешь кардинально поменять стиль игры, подход к игре. И для тебя просто проще всего это сделать в другом составе, потому что там все кардинально по-другому, все я тебя услышал. За какую команду ты мечтаешь выступать? Может быть, какая-то команда детства? Честно, наверное, прям такой команды детства у меня нет, да. Но вот, если на данный момент, сейчас очень мне нравится, как играют герои. Ну, правда. Это, у них очень крутой стиль игры. И, наверное, всю свою жизнь, да, типа, за ними интереснее всего смотреть. Ну, то есть, как, какие раунды они делают и так далее. То есть, есть очень мало команд, которые отличаются друг от друга. И вот есть, типа, Heroic и VP, да. Вот это очень разные команды. Ну, отличаешься от других. Еще есть Cloud9, да. И мне очень интересно, как работает Heroic вот изнутри. Мне было бы очень прикольно посмотреть. В целом, VP тоже очень круто играют и интересно, да. И, в целом, это, наверное, второй состав, который я бы хотел попробовать. Серьезно, Na'Vi никогда не раздумывал? Ну, честно, я не очень как бы любил Na'Vi всегда. Мне там, очевидно, играют очень крутые игроки. Очень легендарные даже, да, можно сказать, там, simple, да. Но я не могу сказать, что я прям хотел бы там попробовать. Кто твой идол в CS GO? Ну, не обязательно идол. На кого ты равняешься, кто тебя очень сильно симпатизирует? Ну, на данный момент, я думаю, это Ник. Ну, кто он? Я не могу сказать, что он прям мой там кумир. У меня нет таких, да. Но вот на данный момент мне очень нравится, как он играет. И, наверное, за ним я больше всего смотрел. За сколько часто ты играл против него? Один раз. И каково это было? Круто. Был мандраж, что это Ник? Не, на самом деле. На тот момент я вообще ничего не об этом не думал. Не, мы, получается, мы проигрывали 15-7. Откомбейчили и проиграли в 19-17. О, это был... Антарпин. Мажор. А там одаже и сдался. Но, честно, вы так хорошо играли в Рио. Ну, да. Слушай, вот возвращаясь к Рио. То, что сделал ваш психолог. Это же больше привлекло минусов, чем плюсов, когда он настолько агрессивно выступил против бразильцев. Ну, да. Ты сказал ему, типа, что это было? Или вы это просто... Ну, мы это обсуждали, да. Ну, он понял, что он был неправ. Он даже на следующий день подошел к фанатам, которые стояли около входа и сказал, ребята, типа, простите. Даже он что-то вроде на бразильском выучил, если не ошибаюсь. Вот. Ну, как бы, я не могу его винить. Потому что, в любом случае, мы должны быть психологически сильны. Даже стоять против такого и обращать это, типа, наоборот, в нашу сторону. То, что нас звукают, значит, они, типа, боятся нас. И... Потому что мы их там выбили, условно, эту фурию для этого с мажора, да. И два раза, причем мы их выиграли на том мажоре. Вот. И это должно работать на нас, если мы хотим побеждать. И... Ну, потому что, в любом случае, даже какой-то матч болели бы не за нас. Ну, и в целом, и в Сан-Тверпине за нас ни разу не болели. Поэтому, как бы, мы должны быть к этому привыкшими. Ты сейчас не играешь ни в каком составе. Чем ты занимаешься, пока ты в инактиве? Играю МХС и стараюсь поддерживать плюс-минус форму. Ну, и при этом стараюсь так же и проводить время с девушкой, отдыхать. Потому что, ну, когда начнется сезон, уже не будет такого времени. Поэтому стараюсь и перезагрузиться, и при этом поддерживать какую-то форму, чтобы, если что, сыграть тест. Но при этом, опять же, я понимаю, что сейчас скоро выйдет CS2, и все будет немножко по-другому, и придется играть очень много. Как ты думаешь, когда примерно можно начинать делать тренировки уже в CS2? Я думаю, когда она выйдет из беты, и когда добавят хотя бы какая-то новая карта. Ну, наверное, начинать уже можно тогда, когда добавят… Ну, прям вот стартовать много играть. Когда добавят воркшоп-мапы, чтобы бить батлов, да? Чтобы тренировать как-то. Стрельбу там и так далее. И… И добавят возможность перенести настройки из CSGO. Да-да-да, есть такое. Тебе выдали правильную доску? Да-да-да. Но я зашел один раз, покидал просто гранаты, что-то позажимал там с разных ганнов и все. Потому что не вижу смысла сейчас пока. Типа, жестко tryhardить там условно этот FPL, который там новый вышел. И как в первой мысли? Ну, в целом, нет каких-то прям супер жестких изменений. В целом, очень много все похоже. Я думаю, самое жесткое, что изменилось, по сути, это только вот эти хаешки, смоки, да? И… Что-то я еще думал, еще забыл. Скайбоксы? Да, и скайбоксы, вот. Это типа два самых важных момента, которые очень жестко поменяют мету в профессиональном Counter-Strike. А все остальное, в целом, одно и то же. Твой ник зародился с ланов. И по моей информации, ты был пацанчиком. Стал пати. Почему тебе не понравилось оставаться пацанчиком? Да, блин, ну мне как бы и организация намекнула, что надо менять, потому что, ну, типа, впоследствии ты, типа, с таким никнеймом не будешь внушать как-то, я не знаю. Ну просто, короче, в этом плане на меня повлияла организация, посоветовала мне сменить никнейм. Какая это была организация? Спирит. Ты зашел в Спирит уже с ником Пацанчик? Да. Ты был очень популярен на московских ланах. Как можно было из московских ланов попасть в Спирит? Расскажешь про вот этот путь? Да, конечно. Ну, на самом деле раньше, вот если сейчас сравнивать с нынешними ланами, да, раньше было намного больше возможностей засветиться, раньше были ХЛТВ ланы. Сейчас такого уже нет. Сейчас еще и ланы сдулись. Я вот ездил на последние ланы, когда был в Москве, да, это еще до войны, получается. И то есть там ты приезжаешь, и ты играешь между клубами, между разными городами. Ты даже, типа, нет атмосферы ланов вообще. То есть ты как будто из дома играешь, просто по сети. Можешь вспомнить, какие это были ланы? Вот где были твои лучшие времена? А, это, ну вот был Хардплей, да, где ХЛТВ мы выиграли. Слушай, ну учитывая все эти моменты, Хардплей реально помог многим раскрыться. То есть Монесси у нас есть, есть Патси, есть Руфайер, наверное, в каком-то ключе. То есть, ну Хардплей молодцом. Он преуспел в свое время. Ну да, ну вот этих ЛТВ ланы, они достаточно много помогали. То есть он проводил, сколько там, парочку вроде их, может три, я не уверен. Ну то есть и на каждом таком лане, на самом деле, можно заметить много молодых игроков, которые выходят. И за счет ланов раньше можно было реально замечать людей. И то есть это очень помогало. Ну и так, по сути, я пробился. Но я, получается, играл ланы до этого, да, ну обычные, типа не ХЛТВ. Пытался, и были их ЛТВ, но я не проходил типа до ХЛТВ стадии. Но при этом меня вот Леша Вердрайв заметил на обычных просто ланах. Потом я еще в этот же момент прошел в ЦИСПРО Лигу. И вот благодаря ЦИСПРО Лиге уже меня начали звать на всякие тесты. Можешь вспомнить те команды, которые тебя звали на тест из Тир-1? Тир-1 не было тогда. Ну то есть меня Тир-1 командой не звали. Звали такие типа Дракарис, там меня звали точно. Потом там какие-то миксы по типу, тогда были Трики, Радхайт, такие игроки. Вот меня тоже звали. Ну то есть меня в целом в Тир-1 меня на тот момент не звали. В тусовке московских лайнеров у тебя была очень странная ситуация с ХЛТВ. Ты несколько раз пытался попасть, и всегда получалось неудачно. Расскажешь, какое количество попыток примерно у тебя было попасть на нашу ЛТВ? Очень много. Это было уже как Кроуфл какой-то. Я, короче, пришел, вот получается, в Винконос была команда. Это были мои знакомые с Ланов. Там играл Селтер, кстати говоря, который сейчас в его роли. Это тоже Харплайзона? Ну, в плане… Он тоже там раскрылся. Ну да, он с Руфайером тогда вышел на ХЛТВ, да. Вот. И получается, мы с ними уже как минимум… То есть я к ним перешел, мы там раза четыре не вышли. А я еще до этого. То есть там где-то раз тринадцать я точно не выходил. Тринадцать. Ну, это я от балды сказал, но минимум десять было точно. Я помню, что вот минимум десять, и потом еще пару раз было точно. То есть что-то типа того. А что ты бы хотел изменить во втором сурсе? Вот есть такой момент. Вот в футболе нам в основании дается три-четыре дня. А в КСе как будто три-четыре часа. Может быть, это нужно менять? Или мы слишком зажрались, и спортсмены должны играть так много? Чтобы матчи вот эти интересные, турниры крупные, они были бы раз в неделю. Я думаю, что мы реально зажрались. Потому что если сравнивать с Дотой, ну то есть там один турнир в году по сути. Ну плюс мажор еще, да, какой-то. Квалификация там. То есть три турнира квалификации на Интернешнл и Интернешнл. И по сути все живут от Интернешнл к Интернешнл. И если сравнивать с КСГО, в КСГО очень много турниров. И это очень круто, что у нас это так развито. Да, у нас может быть нет Интернешнл, но при этом… У нас есть дофига турниров в году. То есть забавная ситуация, что все дотеры хотят как в КСГО, а все КСГО хотят Интернешнл. Хороший ли IGL Chopper? Что ты можешь сказать про его отношения к команде, к игрокам? Был ли у вас к нему авторитет? Да, сто процентов был. Он очень крутой капитан. Он опытный игрок. Он уже сколько времени на простейне. Ну, команда строится больше у нас от тренера. Поэтому он самый большой авторитет у нас. Ну, то есть это было в нашей команде. То есть у нас сначала идет тренер, потом Леня. И дальше вот типа все вместе. Ну, могу сказать только, что единственное, что мне, наверное, не хватало от Леня – это лидерских качеств. То есть… И обычно требовали это от других игроков. То есть от меня, до этого это было от Абдула. И я считаю, что это должно быть у капитана скорее, чем у других игроков. Да, они могут типа поддерживать тебя словами, там все дела. Это как бы неотъемлемая часть. И… Ну, как бы самое основное, я считаю, это должно отходить с капитана. Но в любом случае, как бы Леня все другие обязанности, я считаю, что он исполнял. И это сто процентов очень крутой капитан. Так скажу. Ты вспомнил про него. Вы с ним расстались не особо положительно. Как я понимаю, из всех этих вырезок он вел себя чутка… Эгоистично. Эгоистично. И немного проявлялось чувство. На самом деле было так или нет? Да, это было так. Ну, то есть я могу сказать, что… Как он ушел, это было очень некрасиво. Он даже не попрощался со всеми. То есть там в командный чат он ничего не писал. Он вроде написал вообще одному, только Пашей и все. И… К нему постоянно были вопросы там в тренировочном процессе, да, какие-то… Мы из-за него могли меньше тренироваться, потому что какие-то постоянно у него были обстоятельства. Да, он болел много еще. Ну, это как бы… С этим ничего не поделать. Но… Были и другие всякие ситуации. И… Единственное то, что… У меня не было вопросов в самой официалках. Ну, то есть в самой игре, короче. На турнирах он реально выкладывался на все сто. Но… Когда ты не выкладываешься на тренировочном процессе, как бы, ты не можешь прогрессировать. То есть… Как ты будешь прогрессировать как команда, если ты не выкладываешься на тренировку? Ты говоришь про дисциплину «Спирит», про Халли, который очень строгий. Но вы… Сколько времени допускали такое отношение к Декстеру в команде? Ну… Сережа постоянно с ним общался. То есть там… Постоянно были какие-то разговоры. И общие, и личные. И… Как бы… Были моменты, проблески. Мы уже думали, что все. Вот он начал, типа, жестко тренироваться, да. Но этого не происходило. Ну, то есть… У нас была такая тема, да. То, что мы бьем по 1000 ДМ, например, да. Ну, то есть, например, это он всегда исполнял. Ну, потому что это легко проверяется. То есть там Сереже мы отправляли скрины, условно. И… Как бы это он исполнял. Когда он, например, ушел в OG, Видно было, что он на ДМ намного реже стал заходить. То есть там не было никогда 1000. Ну, я, по крайней мере, в последнее время не видел. То есть ты заходишь на Варомов сервера, Видишь, что он в топе. И у него нет 1000 киллов, и он уходит. Ну, да, да, да. Ну, как бы… Как я уже сказал, то… В плане игр, да, турниров, к нему не было почти вопросов. То есть… Возможно, он был тот, кто нам нужен. Ну, то есть… Спустя время, как будто бы… Можно сказать, что… Замена была ошибочной. О-о-о… Это очень крутой сейчас момент. Я… Я не могу сказать, что как бы именно Абдул нам нужен был, да, условно. Но… С Игорем было играть намного сложнее. Я могу сказать, что Игорь очень крутой снайпер индивидуально. То есть он очень круто стреляет. Короче, он очень крутой индивидуально. Как в плане микро. Но… Он больше как какое-то звено. Ну, то есть… Не лидирующее. У него нет лидирующих качеств, так называемых. То есть… А должны быть у снайпера лидирующие качества? Да, я считаю, да. Потому что… Ну, как минимум, коммуникационные, да. Они должны быть на очень высоком уровне. То есть… Почти все топ-снайперы, они очень жестко коммуницируют. Они управляют своими игроками. И всегда так было. Есть, да, отдельные личности. Например, там… Оси, да. Который мало общается. Но при этом он добивается какого-то успеха, да. Нельзя сказать, что прям какого-то нереального, да. Но он все равно показывает местами очень крутую игру. После ухода Декстера почувствовалось ли, что в команде пропала искра? Это безумие. Эти пятюни. Вот эта вся агрессия. Не, на самом деле, даже в первом киауле… Ну, типа… До момента вот… Бразила, да. На Бразилии. И после казалось, что у нас все очень хорошо. Ну, то есть… Мы реально считали, что мы прогрессируем. Ну, то есть мы видели, что… Игорь… У Игоря большой потенциал. То есть он очень круто стреляет. Это прям было видно. И были моменты проблеска, когда он реально хорошо коммуницировал. То есть у него… Было много положительных моментов, которые мы видели. И поэтому мы считали, что мы реально идем… Вверх. Угу. И как бы… Даже Бразилия это доказывала. Потому что мы вышли в плей-офф, по сути, с новым игроком, с новым… Вообще, начиная с нуля, по сути. Потому что снайпер – это такая роль, когда ты его меняешь, это… Ты начинаешь с нуля. Вот. И… Ну, потом что-то пошло не так. Мне кажется, много… Сказалось то, что мы молодые. И у нас было много ментальных проблем, именно как команда. То есть мы, играя официалки, начали просто проигрывать вообще непонятно как. Не знаю кому. Типа, и… На нас мог повлиять вообще любой раунд. То есть мы там проигрываем какой-то клатч один в три, и все, у нас нет как будто в игре. И… Это была большая проблема для нас. То есть… То, что мы ментально очень были не… Не тут, так сказать. Ну, этим составом мы могли, я думаю, достичь успеха. Я прям уверен в этом. Если бы мы не сломались как команда. То есть… Мы просто в какой-то момент перестали верить друг в друга, и это сказалось на нас. Зарплата в Spirit, она была больше, чем четыре тысячи долларов в месяц? Ну, я не могу раскладывать. На жизнь хватает, я могу так сказать. На жизнь хватает? То есть кайф? Кайф есть? Да, нормально. Как ты используешь эти деньги? Во что ты вкладываешься? Во что ты инвестируешь? Что ты сделал за это время, за этот год? Ну, пока что я коплю. И хочу купить недвижимость в Сербии, например. Либо… Ну, я хотел в Дубае, но понимаю, что сейчас в Дубае будет не очень, потому что там нельзя было жить. То есть, когда у тебя есть хата, не хочется платить аренду. То есть… И поэтому, скорее всего, я буду выбирать жилье в Сербии. Но это когда уже поднакоплю еще больше. Потому что в Сербии достаточно дорогое жилье. Подожди, подожди, стоп. В Дубае нормальная квартира, которая построится через два года, она стоит 450-550 тысяч долларов. Ну, это достаточно дорогие. Я просто видел дешевле. То есть, я видел там в два раза дешевле, условно. То есть, если сравнивать, условно, да, с Россией, да. Ну, там я плюс-минус знаю какие-то цены. Сейчас нет, но когда были до войны, вот такие знают. И в Дубае они плюс-минус похожи. А вот в Сербии они намного дороже. Они больше, вот как в Европе, наверное. У тебя есть водительские права? Да. У меня есть машина. Какая машина у тебя сейчас? Мерседес С. Класс. Есть фотка? Да. Кого бы ты мог выделить из тир-2, тир-3 составов? Вот, к примеру, АЭМ. Ни х**а какой-то чел. Он жесткий, да. Значит, кто это такой? Ну, на самом деле, он очень давно играет. Ну, как бы, он очень давно играет FPL, очень много играет FPL. И FPL-C я с ним до хера играл еще, когда был в спайде. То есть, я с ним очень много пересекался в миксах. И он всегда был хорошим игроком. То есть, его там не пикали ласт пиком, знаешь, как некоторых, типа, в FPL. Я не знаю, как он продолжит, но в целом, задатки у него, как бы, большое будущее, если он реально продолжит прогрессировать. Кого ты мог выделить вот то, что он будет скоро на тир-1? Донг будет скоро на тир-1. Да, он е**а тоже. Донг — это будущая звезда. Я снимал ролик для него. Я знаю, да. Ну, в целом, я же тогда был капитаном Спирит Академии. И он тогда первый хелтовый матч свой играл со мной. То есть, когда... Он был у нас шестым игроком. То есть, он играл пару карт тогда. И, ну, видно было, что для своего возраста он очень не по годам, типа, сильный. То есть, у него уже была коммуникация. Он был добрый, что в наше время очень редко встретишь. То есть, сейчас какое-то поколение таких гулей больше, да? Ты про Мэджикс. Что ты все время Мэджикс? Нет. Я больше про какого-то Дека условно. Иди. Ну, я знаю, что Дека, он хороший парень, типа, в жизни. Но когда он на стримах, он влияет в любом случае на аудиторию. И многие хотят быть похожим на него. Даже когда играешь премиум, видно, что Чилы прям, ну, пародируют его, типа. Там постоянно что-то говорят. Вот. А он был в такой момент, типа, уже каким-то был добрым и таким отзывчивым. То есть, он принимал фидбэк, он там жестко стрелял, общался. Ну, были очень хорошие задатки крутого игрока. И было видно, что, ну, точно у него есть будущее. Как бы он, даже если не будет играть на тир-один, он в любом случае будет играть на профсцене. Там, условно, каком-то тир-полтора, точно. И единственное, ну, у него был пинг и у него учеба. И, как бы, это вопрос времени. У тебя вылет через два часа. Куда летишь и какой у тебя рутмап? Что ты будешь делать, как пролетишь? Расскажешь. Я лечу в Сербии. Я считаю, что сейчас нет смысла особо переезжать куда-то, потому что, во-первых, ну, если переезжать в Россию, там, как бы, война, ну, да. И все организации в любом случае потребуют тебя переехать оттуда. Потому что сейчас европейские точно, как бы, да. А из СНГ сейчас в Москве только форзы. Ну, из таких организаций солидных, если говорить. Ну, сейчас пока буду ждать, что решится, какие будут у меня предложения еще, если не получится с теми командами, с которыми уже я общался. И буду ждать. Ну, как бы, в любом случае у меня предложение есть. И считаю, что без команды я не останусь точно. Спасибо большое за интервью. Ребятки, Телеграм, Инстаграм и... Телеграм? И Твич. А, Телеграм, Инстаграм и Твич под есть в описании этого ролика. Можете подписываться и следить за этим интересным игроком. Если тебе понравился материал, не забудь подписаться на канал прямо сейчас, потому что совсем скоро выйдет интервью вместе с Иренью. До следующего ролика с тобой был я, Эрик Шоков. Играю на Сайбершоке в клубах Сайбершок. Премиум. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова